Эти продукты могут вас убить и разрушить вашу печень. На первый взгляд, это вполне себе зожные продукты, полезные для здоровья. Некоторые полезные, некоторые не очень, но не такие страшные. Но на самом деле, даже простые овощи, фрукты, семена или рыба могут содержать токсичные соединения, которые очень опасны для здоровья. Сейчас я все подробно расскажу, а пока подпишитесь на мой канал. Также вы узнаете о страшной опасности сахарозаменителей, связи фруктовых соков и рака, а также о том, что, скорее всего, хранили картошку неправильно. Первое – это картошка. Да-да, вы не ошиблись. Картошка может содержать целых два вида яда. Во-первых, это солонин. Солонин содержится в зеленом картофеле. Во-вторых, это чеканин. Это природные токсичные вещества. Солонин и чеканин обладают пестицидными свойствами и являются естественными защитными веществами растений. Но самое страшное, что не существует лекарств для детоксикации. Известны случаи смертельного отравления картофелем с высоким содержанием этих веществ. Но если заметить симптомы сразу после употребления, может быть эффективным прием слабительных средств или промывание желудка. Симптомы могут длиться несколько дней. Эти токсины вырабатываются в картофеле, который позеленел. Но проблема в том, что позеленение картофеля вызывает не сами эти токсины, а хлорофил. То есть, как бы их появление связано с позеленением. Но они могут появляться в картофеле, который не зеленый. И поэтому, если картофель горький на вкус или вызывает жжение во рту, то это может быть признаком высокого содержания токсинов, даже если картошка не выглядит зеленой. Солонин и чеканин могут вызывать тошноту, рвоту, понос, боль в животе, потливости, головные боли. А также могут привести к серьезным неврологическим проблемам и даже смерти, если их употребить в достаточном количестве. Недавнее исследование выяснило, что зеленого картофеля нужно 450 граммов, чтобы навредить взрослому человеку. Детям для отравления нужна гораздо меньшая доза, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Приготовление не разрушает эти токсины, поэтому если картофель зеленый или горький, то его лучше выбросить. На количество токсинов влияют физическое повреждение, свет и температура. Чтобы снизить риски, картофель следует хранить в темных прохладных местах. Но есть один момент. Нужно понимать, что обычная кухня или кладовка, они слишком теплые для длительного хранения картошки. Казалось бы, можно хранить в холодильнике, но с этим тоже проблема. Некоторые исследования показали, что при хранении картошки в холодильнике уровень солонина может даже повыситься. То есть идеальные места для длительного хранения картофеля – это погреб или подвал. Ну а если такого места нет, то покупайте только необходимое количество картошки, чтобы избежать ее длительного хранения. Также ее можно хранить в непрозрачных или бумажных пакетах, чтобы защитить от света. Магазинные фруктовые соки. Да-да, вы не ослышались. Магазинные фруктовые соки – это не витамины, это просто сладкая вода. Дело в том, что они очень сильно повышают сахар в крови, и в этом проблема. Потому что повышенный сахар повышает, в свою очередь, и инсулин. А когда у нас растет инсулин, это замедляет похудение, и это ускоряет рост всяких разных клеток, и хороших, и плохих. В том числе это могут быть миомы, это может быть рак определенный, это может быть все что угодно. И поэтому нам нужно контролировать как свой сахар, так и инсулин, и пакетированные соки здесь не помощники. А хочешь узнать, есть ли у тебя гормональный сбой? Переходи по ссылке в описании ролика. Более того, я вам сейчас открою страшную тайну. Фруктовые соки связаны с повышенным риском рака, как выяснилось в исследовании. Если человек пьет всего лишь на один стакан фруктового сока в день больше, то это повышает на 31% риск развития рака в целом. На 22% повышает риск развития меланомы. На 29% повышает риск развития рака щитовидной железы. Фруктовые соки показали ту же связь с раком, что и кола. И виноват в этом сахар. Но проблема в том, что в пакетированных магазинных соках сахара даже больше, чем в коле. Сахарозаменители. Многие используют сахарозаменители для того, чтобы снизить вред сахара. Но, к сожалению, в последних исследованиях выясняется, что очень многие сахарозаменители на самом деле тоже очень вредны. Некоторые из них могут ускорить риски инсультов и инфарктов. И некоторые из них, например, нарушают работу микробиота кишечника. И это влияет на набор веса, вообще на наше здоровье в целом, на иммунитет. И еще есть сахарозаменители, которые ускоряют образование тромбов. И это тоже очень опасно. Возьмем, например, аспартам. Дело в том, что сахарозаменители используют люди, которые не хотят, чтобы у них так или иначе, как правило, усиливалась инсулинорезистентность. Это люди с уже существующей инсулинорезистентностью или преддиабетом или диабетом. То есть состояниями, которые вызваны, как правило, повышением сахара в крови. И поэтому они используют сахарозаменители. Но проблема в том, что у таких людей, как правило, нарушен микробиом кишечника. И если аспартам попадает в кишечник с таким нарушенным микробиомом, то из него выделяется вредный метаболит, который только усиливает инсулинорезистентность, потому что он нарушает сигналы гормона инсулина. И получается, что люди с инсулинорезистентностью употребляют сахарозаменитель, чтобы ее снизить. Но все происходит наоборот. Они себе только усугубляют эту инсулинорезистентность. Но что еще хуже, Международное агентство по изучению рака классифицировало аспартам, как, возможно, канцерогены для человека. Перейдем к такому популярному сахарозаменителю, как сукролоза. Дело в том, что она может изменить микробиом кишечника, сократив количество полезных бактерий вдвое. Также сукролоза может усиливать воспаление в организме, а это, в свою очередь, повышает риски таких проблем, как ожирение и диабет. Еще один популярный сахарозаменитель – эритрит, он же эритритолог. В исследованиях ученые испытывают его как инсектицид. Это такое средство, которое защищает растения от насекомых, и насекомые от него могут умереть. Также он ускоряет образование тромбов и таким образом повышает риски инсультов и инфарктов в последующие 3 года. И, например, выпечку с ним есть не рекомендуется. И все это очень популярные сахарозаменители, которые очень часто встречаются. И не нужно думать, что мы нигде с ними не столкнемся. А Всемирная организация здравоохранения, например, вообще не рекомендует использовать сахарозаменители, если мы хотим использовать их для похудения. И стевию, кстати, она тоже вообще не рекомендует использовать. Достаточно вредны для организма сиропы на фруктозе. Ими, как правило, заменяют сахар, потому что считается, что они более полезны, чем сахар. Но на самом деле нередко это не так. Дело в том, что сиропы на фруктозе ускоряют гликирование белков в организме. Гликирование белков – это такой процесс, при котором наши белки, белки кожи, сосудов теряют свою функциональность и хуже работают. Из-за этого, например, сосуды становятся жестче, а на коже появляются морщины. Кроме того, фруктоза на самом деле связана с набором лишнего веса, с метаболическим синдромом. Она создает дополнительную нагрузку на печень. А часть фруктозы и вовсе превращается в организме в глюкозу. Поэтому фруктоза и сладости на фруктозе, в том числе фруктозные сиропы, не являются какой-то суперздоровой заменой обычному сахару. Также были исследования, в которых фруктоза была связана с повышенным риском рака. В том числе с повышенным риском рака молочной железы, с ускорением образования метастазов, с раком простаты и также с раком поджелудочной железы. Короче говоря, все это очень небезопасно. Красная фасоль. Если ее не доварить, то в ней очень много лектинов. Лектины вредят нашему организму. Лектины, конечно же, содержатся в разных продуктах, но при высоких уровнях лектинов, например, в сырой или недоваренной фасоли, они могут действовать как токсины. Употребление в пищу сырой или недоваренной фасоли может привести к пищевому отравлению с такими симптомами, как тошнота, рвота и диарея. В мультиварках температура может быть недостаточно высокой, чтобы разрушать лектины, поэтому красную фасоль лучше варить старым способом в кастрюльке. Вишня. Вишня кажется довольно безобидной, но дело в том, что косточки вишни, так же, как и косточки абрикоса, например, содержат цианогенные соединения, которые превращаются в цианид. Организм человека может обезвредить небольшие количества цианида, но высокие дозы в короткий промежуток времени могут привести к отравлению. Симптомы острого отравления цианидами включают слабость, путанность сознания, беспокойство, головную боль, тошноту, отдышку, потерю сознания, судороги и даже остановку сердца. В общем, несмотря на то, что содержимое косточек некоторых ягод может быть вкусным, лучше их не есть. Бузина. Дело в том, что сырые ягоды бузины превращаются в нашем организме в цианид, и это очень опасно и отравляет наш организм. Ягоды бузины вкусные, но они содержат вещества, которые превращаются в цианид и отравляют организм. Особенно это может быть опасно для маленьких детей. Симптомы могут варьироваться от тошноты до других желудочно-кишечных расстройств и даже комы. Также ягодами могут случайно отравиться собаки. Но в приготовленном виде ягоды бузины не опасны, и часто сиропы из нее используют при простудных заболеваниях. Это был список продуктов, которые убивают и отравляют наш организм. Едите ли вы что-то из этих продуктов? Пишите в комментариях. Пройди тест, диагностику на гормональный сбой и узнай, а почему же у тебя не получается похудеть. Ссылка в описании ролика.